Кочерга В крае Удмуртии, Татарстана, Московской области более 150 спортсменов в 12 весовых категориях. Наравне с юношами выступают и представительницы прекрасного пола. Девушка в синем Мария Мирошникова. На соревнованиях спортсменка из Верещагина завоевала серебряную медаль. По словам тренера, сегодня девушки составляют уверенную конкуренцию мужской плавине, а порой даже превосходят своих соперников. Это нормально, абсолютно. Сколько только начал с девочками работать, всегда за счет этого девочки у нас и борются, потому что они с мальчиками, они хорошо растут, поэтому успешно. Напряжение как среди участников, так и в тренерском штабе. Молодым спортсменам есть на кого равняться. Всероссийские соревнования проводятся в честь героя Советского Союза Валерия Полуновского. Во время Великой Отечественной военный летчик сбил 13 самолетов противника в 46 воздушных боях. Идею проводить в памятные соревнования семья героя приняла с радостью. Я думаю, он очень бы был доволен. Это очень большой шаг для нашего города, что проходят эти соревнования. И в первую очередь это для того, чтобы показать молодежи пример. Уровень турнира оценили как обычные зрители, так и именитые спортсмены. Хочу поблагодарить ребят за тот уровень организационного процесса, который мы видим здесь. Действительно чувствуется, что вложили частичку своей души в эти соревнования. В советское время был такой плакат «Здоровье народа, богатство страны». Мы теряем наше богатство страны. В принципе, нужно поддерживать детей. Главная цель соревнований, по словам организаторов, военно-патриотическое воспитание и популяризация спорта. Мы этот турнир организовали для того, чтобы наши ребята поварились, как говорится, в этой каше. Попробовали себя на таких коврах такого уровня. Впрочем, вольная борьба – не единственная дисциплина, по которой проводятся турниры. Мы проводим в Аджинькизовском районе, среди школ Аджинькизовского района, ежегодные турниры по мини-футболу, по баскетболу, лыжные эстафеты, пулевая стрельба. Победители турнира получили ценные призы, награды и грамоты. В следующем году ребята снова встретятся на коврах, следуя главному девизу соревнований. Слабый уходит или становится сильным. Руслан Бепелеев, Семен Соснин, телекомпания «Вепта». Руслан Бепелеев, Семен Соснин.